Всем привет! Меня зовут Снежа и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня в гостях Настя. Если вы хотите научиться делать радужный блик на длинных блондинистых волосах, чтобы это выглядело не очень супер ярко и чтобы это выглядело интересно и в какой-то степени это может быть даже нежно, то как раз видео для вас. Я сейчас покажу, какая будет схема. Я покажу, что необходимо вам иметь при себе, чтобы у вас получился этот самый радужный блик и что нужно вообще учитывать при подобном варианте окрашивания волос. Для того, чтобы покрасить радужный нюанс, вам необходимо сто процентов, чтобы у вас было. Это мышь пластины. Это такая штука, которая похожа на подложку под ламинат. Она бывает разной толщины, разной длины. Если у вас есть длинный вариант, это очень хорошо. Если у вас длинного варианта нет, вы можете просто взять две нож-пластины короткие и их друг к другу при помощи скотча приклеить, чтобы она была длинная. Значит, вам все равно какая-то нужна поверхность, на которой вы будете производить, скажем так, заготовку вашего окрашивания в радугу. Эта поверхность должна быть относительно твердой. То есть, допустим, фольга, либо какая-нибудь пленка вам для этой задачи, к сожалению, не подойдет. Мы пробовали, не получается, фольга рвется, а пленка, она просто слишком подвижная и не получается сделать прям нормальный, качественный рисунок радуги. После того, когда вы себе заготовили мошпластины, вам необходимо понимать, каким красителем вы будете выполнять окрашивание. Данное окрашивание я буду выполнять красителем Ира-Ира, который наконец-то, наконец-то вообще появился в России. Я напоминаю, что краситель Ира-Ира это достаточно интересный вариант красителя прямого действия, в котором есть цвета, которые полностью с волос вымываются, и цвета, которые держатся достаточно долгий промежуток времени. Я снимала очень подробный обзор, который вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео, и в моем инстаграм очень подробно про каждый цвет я рассказываю. Будьте внимательны, потому что если вы купите какой-нибудь Neon Pink, есть вероятность, что он у вас в волосах останется на веке вечное. Несмотря на то, что краситель прямого действия это бальзам с пигментом, он имеет свойства, которые присущи перманентному красителю с точки зрения застревания волосах. Я для данного окрашивания выбираю цвета, которые со 100% уверенностью, вообще прям 100% с волос уйдут. И мало того, я еще буду их разбавлять бесцветной основой, чтобы цвета были прям максимально пастельные, нежные, чтобы где-то через полтора-два месяца от этих оттенков вообще ничего не осталось. Чтобы Наня пришла ко мне на окрашивание корней, и можно было вообще не делать никакое докупирование с длины, и чтобы блонд опять вернулся и был чистейшим. Вам всегда нужно понимать, каким красителем вы производите окрашивание, потому что если хотя бы один из этих цветов будет застревающим, то все, у вас останется эта полоса навсегда. Чтобы такого не было, изучайте те продукты, которые вы будете красить. Сейчас я сделаю коктейли цвета и еще расскажу вам про вот эти штуки, для чего они нужны. У меня в моей радуге будет 5 цветов. У меня есть 5 цветов, которые уже готовы в чистом виде, но они очень яркие. Соответственно, сейчас я вам расскажу о том, как вмешать цвета из насыщенных и делать их более пастельными. Первое, с чего вам нужно начать, это взять бесцветную основу. Это может быть любой кондиционер для окрашенных волос. Главное, чтобы цвет вашей основы не был какого-то оттенка, например, слишком желтого, либо розового. Как видите, это такая бесцветная основа. Вы берете, добавляете эту бесцветную основу в миску в определенном количестве. Мне не нужно слишком много краски на мои блики, поэтому я на глаз определяю, сколько красителей мне будет необходимо. Если вдруг у меня будут остатки красителя, я их определю в баночку для анализа. Вот так я обычно подписываю цвета ира-ира, допустим, неон-ред. Если что, остатки краски можно определить в баночку для анализов и около 10 месяцев точно можно ей пользоваться, с ней ничего не случится. На максимум, что может сделать, это стать светлее, но это не так страшно. Первый цвет, с которым мне хотелось бы начать, это цвет розовый. У меня есть цвет неон-ред, который изначально очень насыщенно такой розово-красный. И для того, чтобы сделать из этого насыщенного красно-розового цвета пастельный розовый, вам необходимо в бесцветную основу немного добавить этого цвета. То есть вы добавляете буквально, ну не знаю, сколько это грамм. Грамма два, наверное. И перемешивайте для того, чтобы увидеть, какой цвет у вас получается. Я думаю, что мне нужен чуть-чуть более насыщенный оттенок, поэтому я добавлю сейчас еще один граммулькинс, граммулькинс этого цвета, и у меня получится то, что мне необходимо. Соответственно, таким образом я буду поступать с каждым цветом. Единственное только, что зеленый я буду вмешать из желтого и голубого, чтобы получить такой светло-светло-зеленый цвет. Зеленый цвет является вторичным оттенком, и в зависимости от того, какого цвета вы добавите больше, желтого либо синего у вас будет разный по насыщенности зеленый. Так что я мешаю цвета. Перед тем, как делать разделение, вам необходимо обратить внимание на густоту волос человека, которому вы хотите производить окрашивание. Моя задача на сегодня сделать радужный блик таким образом, чтобы он не был слишком заметен, ну и слишком спрятан тоже не был. Как определить, в какой зоне нужно поставить тот нюанс цветной, который будет выглядеть прилично и не будет бросаться в глаза прям слишком открыто. У вас есть расческа хвостик, и вы можете проверить на прозрачность волосы, которые сидят у вас в кресле. Во-первых, у каждого человека разный рост волос, разная густота, и ни в коем случае нельзя распределять цветные нюансы в тех зонах, которые максимально подвержены движению. Ну, если только у вас нет такой задумки. Видите, допустим, я беру расческу, вставляю в волосы и понимаю, что у меня прозрачные волосы здесь, да, и здесь расческа видна. В тех зонах, где расческу не видно, в той зоне можно поставить яркий блик. Тогда он будет выглядеть прилично и не будет выглядеть как пятно. Соответственно, в височно-боковых зонах точно таким же образом нужно поступить. И сейчас у меня по всему периметру будет разделен такой блок, который где-то по ширине будет сантиметра 4. Вот таким образом будет располагаться. Теменную зону, зону нижнего затылка я красить не буду. Я буду распределять мой радужный блик прямо вот здесь, вот в этой зоне. Ну что, давайте посмотрим на разделение, которое я сделала. Сразу могу сказать, что разделение играет огромную роль в вашем окрашивании всегда. Если вы хотите делать цветные нюансы, их обязательно нужно заранее вот прям отмечать, помечать и изолировать те зоны, которые не будут цветными. Таким образом, чтобы никакие волосы не торчали в той зоне, где будет произведено яркое окрашивание. Здесь есть один большой блок, который будет окрашен в радугу. Не знаю, наверное, длинный прямоугольник, который расположен где-то между зоной макушки и средним затылком. Видите, вот мы. Так как у нас есть мошпластины, надо посмотреть сразу по ширине мошпластин, сколько блоков у нас здесь будет. Смотрите, 1, 2, 3. На трех мошпластинах будут у нас радужные блики. Также вам необходимо понять, какая длина волос у вас, измерить длину волос вместе с мошпластиной и понять, что ваша мошпластина по длине подойдет. Эта мошпластина идеально подходит. Здесь есть 5 цветов и у нас есть определенная длина волос. Давайте посмотрим, какой длины здесь волосы. Где-то 48 сантиметров. И радуга может быть разной. Это может быть просто переход из 5 цветов, а можно сделать так, чтобы ваша радуга на всей этой длине волос повторялась несколько раз. То есть 5 цветов могут повторяться либо 2, либо 3 раза. Давайте попробуем посчитать, допустим, если мы разделим 48 сантиметров на 15, какой шаг у нас получится. 48 разделить на 15, получается 3,2. 3,2 сантиметра. Давайте посмотрим, какой это шаг, насколько он будет большой. 3,2, 3,2. Ну, я думаю, что это будет вполне интересный вариант. Поэтому у нас есть мошпластина. Ну, у нас, во-первых, есть задача сделать на волосах 3 повторяющиеся радуги, да, по 5 цветов. Есть мошпластина, на которой мы заранее сделаем заготовку цвета. То есть здесь будет как раз тот рисунок, который будет из 3 радуг. Я сейчас его сделаю тоненькими кисточками, и после этого приступлю к работе. После того, когда вы сделали себе заготовку, смотрите, здесь количество красителя достаточно небольшое. Это просто ваш ориентир на то, какой цвет, где, в какой зоне будет распределен. Обращаю ваше внимание, что данное цветовое решение основано на радужном сочетании цветов. То есть здесь нет такого, что после розового идет зеленый, а после зеленого идет фиолетовый. Здесь все по цветовому кругу очень равномерно распределено. Значит, после того, когда вы сделали заготовку, и вы разделили голову на зоны, и вы замешали цвета, у вас все готово для того, чтобы начать. Но перед тем, как наносить, вернее, закрепить вашу заготовку к волосам и начать красить, я настоятельно вам рекомендую познакомиться с таким девайсом, который я сегодня сделала. Это такая... Как это можно назвать? Давайте придумаем это название. Я это сделала из бутылки от оксида. Я разрезала бутылку пополам и сделала такую... Ну, блин, я не знаю. Давайте, ваши варианты в комментариях. Я сделала наплечник себе. Смотрите, какая ситуация. Я сейчас вам покажу просто на примере волос. Я никогда не проговаривала этот слух, поэтому мне тяжело сформулировать свою мысль. Если мы берем и наносим... Ну, как, по-хорошему, мы должны взять эту заготовку, закрепить здесь и непосредственно поверх нее сделать окрашивание в противоположную сторону, в рост. Но, если, допустим, убрать даже вот эти вот жгульки и сделать максимально плоскую поверхность, нет смысла в том, что вы берете и в обратную сторону красите. Потому что, так или иначе, при обратном, скажем так, распаде, когда вы просто уже закончите окрашивание, все равно рисунок вашей радуги будет достаточно четкий. И здесь необходимо сделать небольшой сдвиг рисунка, и это получится сделать только за счет того, что вы создадите дополнительно небольшую область, где будет нанесен рисунок не просто плоско, а более выпукло. И поэтому будет небольшое смещение цветов, что позволит сделать их более плавными. Я надеюсь, что понятно объяснила. Допустим, обычные цветные такие нюансы, они должны быть расположены в максимально закругленной части головы, потому что именно вот более круглая поверхность головы позволяет сместить цветовое решение, если вы красите в противоположную сторону, максимально круто, чтобы цвета не выглядели полосками. Понятное дело, что можно сделать гадиент руками и сделать так, чтобы цвета были более плавными, но я хочу попробовать сделать сегодня вот таким образом цветовое решение и подложить вот эту вот штуку под прядь, ну, сымитировать, опять же, круглую часть головы. Посмотрим, что получится. Каким образом можно закрепить данный девайс, значит, вы берете его и ставите напротив той части, где вам необходимо произвести окрашивание. И закрепляете ее зажимами таким образом, чтобы она никуда не слетела. Не достает. Тоже не достает. Хорошо. Короче, я обрезала край бутылки, вот как это выглядело. Я обрезала под размер мышц пластины, чуть поменьше. И, соответственно, сейчас мне можно закрепить это дело клеммами и, наконец, начать красить. Мы с девчонками ждем вариантов ваших комментариев с тем, как можно назвать эту подкладочную штуковину. Потому что, честно говоря, у меня просто не хватает мозгов на то, чтобы придумать название для этой штуки. Подкладушка. Подкладушка, вот Катрин говорит подкладушка. У меня такая ситуация, что вот мой начало, вот мой конец. Мне надо чуть-чуть сместить мой рисунок вбок. Мы берем тонкую прядь, просто тончайшую. Можно даже еще тоньше. Чтобы наверняка все прокрасилось, никаких пробелов не было. Распределяем ее по нашей заготовленной мышц пластины. Просто спускаем ее. Натяжение пряди должно быть обязательно максимальное. Можно сразу приклеить волосы, таким образом, чтобы они никуда не делись. Некоторое количество красителя уже есть на мышц пластины и волосы уже прилипли. И все, ваша задача теперь простая. Повторить рисунок, который есть на мышц пластины и сделать это со всей зоны. Здесь нужно быть очень внимательным, аккуратным. Это окрашивание достаточно эффектно выглядит, но очень долго делается просто за счет того, что нужно быть очень аккуратным и не торопиться, и брать тонкие пряди. Когда вы берете какой-то краситель, вы можете сразу в нескольких зонах его распределить. Вот вы сейчас, пока вы наблюдаете за мной на своем прекрасном домашнем столе, или где вы там за мной наблюдаете, пока вы кушаете, либо еще что-нибудь, можете делать ставки в комментариях, сколько времени у меня уйдет на данный вид окрашивания. Ага, сейчас время пол второго, но давайте делаем ваши ставки. Самое главное, чтобы красителей не было слишком много, но и слишком мало тоже не было. Я закончила нанесение, и сейчас я изолирую эту зону пленкой, чтобы не испачкать остальные волосы. То есть у меня есть определенная длина пленки, вы можете использовать для этого какой-нибудь кусок целлофанового пеньюара, например. Повелепляю и переворачиваю другую зону. Все, сейчас буду красить другие зоны. С другой стороны виска мне хочется попробовать сделать немножко другое смещение пряди. Рисунок будет немного отличаться от левого виска, но не критично. Здесь такая ситуация. Я расплела второй пучок, чтобы вот эта вот штука, которую мы еще не назвали, безымянная. Моя задача сделать так, чтобы прядь, которую я буду красить, чтобы она вот такую сделала заворот, закругление. И чтобы вот в этой зоне прядь была плоская, потому что из-за второй жгульки у меня получалась слишком большая дуга. Я хочу сделать более резкую из зоны. Посмотрим, как колоризм получится. Музыка 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 Ну что, закончили нанесение тех зон, которые будут окрашены в радугу. Очень-очень интересно посмотреть, что получилось, но время выдержки 20 минут. Наносили мы 3 зоны, 2 часа. 2 часа, просто жесть. У меня еще помогала Катрина, если бы я наносила одна, я, мне кажется, 2,5 часа наносила. А еще я хочу похвастаться, какая прекрасная тряпочка получилась, сейчас покажу. Превосходно, просто потрясающе. Если все сработает так, как мы планировали, то когда мы будем снимать пряди, цвета сместятся друг на друга. То есть сейчас они такие прямые, а когда мы их расчешем и уже подсмоем, то они все сместятся. Настало время помыть наш радужный эксперимент. Сначала я смою всю нашу цветную сторону, а потом уже соединю ее с блондом, чтобы не запачкать основной цвет. Если вы сомневаетесь в том, что ваша радуга может оставлять след на блонде, то есть может течь, я вам настоятельно рекомендую промыть несколько раз эту прядь с шампунем. Но тут такая ситуация, если вы неправильно замешали цвета, и если один из цветов может потечь на другой и испачкать желтый, например, то, к сожалению, радуга не будет такой чистой, как вы ее изначально покрасили. Поэтому будьте внимательны при смешивании коктейлей цвета перед тем, как им наносить. Это очень важно. То есть вы не сможете этот момент исправить в мойке. Я сейчас промою большим количеством воды эти пряди, посмотрю вообще на интенсивность цветов, и уже после этого прямое решение, буду ли я помывать их дополнительно с шампунем, либо нет. Но я так подозреваю, что вряд ли. Промывать. Все вместе. То есть у меня нет такого, что я промываю отдельно темный цвет, отдельно светлый. Я промываю все сразу. Вода по температуре у меня не холодная, но и не горячая. То есть она такая осенняя. Но если вы сомневаетесь, вы можете промыть прохладной водой, чтобы цвета не потекли. Обычно американцы советуют промывать многоцветное окрашивание холодной водой. Я пока что не увидела разницу между более теплым вариантом смывания красителя прямого действия, либо холодным. Но если все-таки мы говорим про кожу головы, то, конечно, на кожу головы нужно, чтобы вода была более теплая. Ну, мне так кажется, что все-таки не такую большую роль это играет. Но горячей водой смывать не надо, потому что от горячей воды действительно цвета могут быть более текущие. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, наш результат готов. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эту радугу. Я сейчас фронтальную зону полностью заколола, чтобы увидеть рисунок полностью, который у нас получился. Я могу сказать, что если вы хотите еще большее смещение цветов, то необходимо, чтобы вот в этой зоне, где вы начинаете красить, было максимально круглый участок волос. Ну, вернее, не волос, а в этой штуке, которую мы вставили, где вы должны подкладывать вот эту штуку больше к основанию волос. Вот здесь, на начальном этапе, чтобы смещение происходило максимально резкое. Тогда у вас будет прям более резкий переход. Если я эту прядь беру и обратно натягиваю, тут можно увидеть, как смещается рисунок и, соответственно, вот самые верхние пряди, где розовый находится, и самые нижние пряди. То есть произошло небольшое смещение буквально на сантиметр. Вымываться все это будет в более пастельный цвет. Я, честно говоря, думала, что, в принципе, цвета получатся более светлыми, но, видимо, из-за того, что мы очень интенсивно накладывали цвета, прям так, прям хорошо их вбивали, они получились более яркими. Но, с другой стороны, зато этого окрашивания хватит еще на долгий, еще на более долгий промежуток времени, то есть уже через, там, ну, не знаю. Мне кажется, он станет более блеклым через 5-6 процедур мытья головы. В любом случае, за Настей будем следить. Я надеюсь, что это видео было вам интересным и полезным. Делайте подобного формата окрашивания и отмечайте меня в Инстаграм. Я обязательно буду смотреть. И как раз для тех, кто сделает более резкий переход, можете об этом написать, ну, и показать мне, какие штуки вы для себя придумаете. Что, возможно, вот этот размер недостаточно хорош для того, чтобы сделать максимально резкий переход. Может быть, у вас банка будет более широкая или, наоборот, более узкая. Отмечайте меня на своих фотографиях, фотографиях своих работ в Инстаграм. Ну, ссылка, конечно же, под этим видео. Так что, всем пока!